Продолжение следует... Виктор Николаевич Морозов. Прокурор Гомельской области. Государственный советник юстиции третьего класса. Родился в 1960 году в Речицком районе. Окончил Черниговский юридический техникум и Харьковский юридический институт. Проходил срочную службу в группе советских войск в Германии. Работал юрисконсультом. На службу в органы прокуратуры пришел в 1986 году. Занимал должности старшего помощника Речицкого межрайпрокурора. Начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области. Заместителя прокурора Гомельской области. С июня 2008 года по октябрь 2016 возглавлял прокуратуру Гродненской области. В нынешней должности с октября 2016 года. Награжден медалями за трудовые заслуги и за безупречную службу трех степеней, а также нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Республики Беларусь. Свои вопросы Виктору Морозову прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер 340-043-3. Виктор Николаевич, рада приветствовать вас в нашей студии. Вчера в Беларуси отмечался День работников прокуратуры. Мы поздравляем вас с этим праздником. Спасибо, добрый вечер телезрителям. Я не зря сразу обозначила правозащитную деятельность прокуратуры. Думаю, что не все знают, что прокурорские работники могут защитить права и физических, и юридических лиц. Вот часто ли обращаются к вам за помощью и с какими чаще всего проблемами? Я хотел сказать, что нашего населения представление о прокуратуре как об органе уголовного преследования. Прежде всего, нас видят в зале судебного заседания, когда мы поддерживаем государственное обвинение, когда мы надираем за следствием, за дознанием, за местами лишения свободы. Но у нас красной чертой прописана наша правозащитная функция. И глава государства сегодня ставит перед нами задачу защитить наиболее незащищенные слои населения, несовершеннолетних, престарелых, инвалидов. Поэтому средствами прокурорского надзора мы эту функцию выполняем. И вплоть до обращения в суды с исковыми заявлениями в интересах вот таких категорий граждан мы обращаемся. А также по протестам прокурора, по предписаниям, вот те невыплаченные суммы полагающихся им пособий, заработных плат, где-то восстановление социальных прав и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, в чем заключается правозащитная функция прокуратуры. Ну и, конечно же, мы стоим на защите потерпевших по уголовным делам. И сегодня все делаем для того, чтобы тот ущерб, который причинен потерпевшему в результате преступных действий, он был возмещен. В продолжение вашего ответа я предлагаю посмотреть наш сюжет, который мои коллеги сняли в прокуратуре Гомеля. День работников прокуратуры В этом году уровень преступности в Гомеле снизился на 20%. Если говорить об уголовных делах, конечно, коррупционные дела всегда имели особую актуальность, скажем так, общественно резонанс вызывали, потому что, как правило, к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные должностные лица. Если говорить о сегодняшнем периоде текущего года, то у нас небольшое снижение по линии выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, я бы это все в первую очередь связал с активным противодействием со стороны правоохранительных органов. Очень много у нас выявляется интернет-магазинов, сбытчиков наркотических средств, которые реально оказывали очень неблагоприятное влияние на обстановку в городе. Закрыли эти магазины, и фактов появления новых точек стало гораздо меньше. Государственный обвинитель всегда в центре внимания. Он выступает в суде от имени целой команды профессионалов, которые тщательно изучали факты, искали доказательства и проверяли алиби. Высказывая в суде официальную позицию по уголовному делу, он отвечает за работу всех. Причем один и тот же прокурор может быть обвинителем по нескольким делам одновременно. При поступлении на работу в прокуратуру на умение претендента работать с большим объемом информации обращается особое внимание. Знать законодательство еще половина дела. Необходимо применить его с учетом всех нюансов. Государственному обвинителю необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела. А порой это не один том. Есть дела по городу, у нас много было дел, которые довольно значительный общественный резонанс имеют. Это десятки томов. Естественно, ему надо подготовиться. Для этого дается определенный период времени до рассмотрения уголовного дела. Но все-таки сроки эти довольно сжаты. Но где-то опять же проявляется определенного уровня профессионализм сотрудника. Будем так говорить, надо знать, где наиболее важные моменты в деле для себя посмотреть. Первоначально где-то, ведь зачастую в материалах уголовного дела изобилуют документы, которые не являются процессуальными. Это своего рода запросы, ответы, справки. Деятельность прокурора одна из самых сложных и насыщенных. Вопреки всеобщему мнению, большую часть работы прокуроры проводят на своем рабочем месте, изучая бумаги. Хотя бывают и выезды на места происшествий. Вместе с тем, эта профессия одна из самых опасных, так как часто связана с раскрытием коррупционных схем, превышением полномочий и нечестности весьма влиятельных людей. Это труд, требующий стойкости и честности. Еще одна сфера – работа с обращениями граждан. Выезды мобильных групп в отдаленные населенные пункты, прием населения непосредственно в здании прокуратуры, связь через интернет. Полученные информации используются при организации и проведении проверок, а при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования. В органы прокуратуры поступают обращения по всем сферам деятельности. Конечно, традиционно большим блоком идут обращения, связанные с несогласием с решениями органов уголовных преследований. К примеру, с несогласием с постановлениями, выносимыми органами внутренних дел. Конечно, традиционно в том числе много обращений поступает по исполнению трудового законодательства. Незаконное увольнение, вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, к примеру. Прокуратура всегда реагировала на такие факты. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И с нашим гостем, прежде чем обсудить тему сюжета, мы примем телефонный звонок. Мы вас слушаем. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктору Николаевичу вопрос. Скажите, пожалуйста, мой сын осужден по 328 статье, третья часть. В колонии у него образовалось заболевание, ему выдали первую группу инвалидности. Сама ИК-2 Бобруйска подала по заболеванию, его по заболеванию на освобождение. В порядке статьи 92 УК Республики Беларусь, 402, ну, вот в отношении осужденного. Но прокуратура его ни в каком случае не освободила. Сказали, что он очень мало сидит. И сами врачи МВД Республики Беларусь подали тоже по заболеванию, так как он имеет первую группу инвалидности и постоянно нуждается в уходе. Но прокуратура почему-то отклонилась. Сказали, что очень мало сидит. Скажите, куда можно обратиться за помощью? Куда можно? Вот помогите, пожалуйста. Вы оставьте свои координаты, фамилии, имя, отчество. Я со своим могилевским коллегой, прокурором области свяжусь. И мы выясним, в чем там причина. Но я хочу сказать, что подобные вопросы рассматривает суд, готовит администрация колонии. Материал направляется в суд на условно-досрочное освобождение, на замену наказания. И суд решает. В суде, да, прокурор имеет право высказать свое мнение. Но все равно последнее слово за судом. Поэтому вот из этих позиций я обещаю вам, что, еще раз говорю, поскольку исправительное учреждение находится в Могилевской области, и оно поднадзорно прокурору Могилевской области, поэтому мы вашу просьбу передадим моему коллеге. Тогда в продолжение темы нашего разговора и звонка нашей радиослушатель-телезрительницы поговорим о статье 328 еще немного. Она предусматривает наказание за незаконный оборот наркотических средств. И вот сейчас очень горячая полемика разгорелась в интернете. Кто-то... авторы статьи и комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают серьезные сроки оправданными, другие говорят, что это не так. Вот какова ваша позиция, ваше мнение? Ну, для этого нужно вспомнить, когда несколько лет назад, и когда у нас еще такого сурового законодательства не было, и захлестнула страну, и наша область, вот эта эпидемия спайсов. Вы помните дикие случаи по Гомелю, когда обкуревшие спайсами и глаза вырезали, и смертельные исходы у нас были, и так далее, и так далее. И такая ситуация была достаточно критическая. И законодатель в лице сразу президента, который декрет подписал, а затем законодатель внес в уголовный кодекс и в другие нормативные акты меры, ужесточающие ответственность в отношении сбытчиков. Вот все эти меры, изменения в законодательстве, правоприменительная деятельность органов уголовного преследования и приговоры судов, суровые приговоры, согласен, они позволили нам обуздать сегодня ситуацию, и мы сегодня в разы имеем снижение количества совершенных преступлений по наркотрафику. Понимаете? Поэтому, да, сегодня изменилась ситуация, поэтому сегодня в парламенте внесены соответствующие предложения о снижении сроков по санкциям статей, по части 1 статьи 328, части 2. Но я еще раз говорю, что в отношении сбытчиков, а вы представляете, какую они опасность сегодня несут, тем более действуя через интернет, такими изощренными, скрытными способами, я думаю, и карательная практика судов будет по-прежнему относиться сурово. Ну, а что касается вот того же движения 328, я работая прокурором Гродницкой области, это движение начиналось на Гродничине, была попытка официально зарегистрировать эту организацию общественную, органы ЮСССР отказали, затем суд отказал в удовлетворении их требований. Ну, хочу сказать, если мы будем объединять граждан по признаку статья 328 или статья 139, которая предусматривает ответственность за убийство, да, ну, представьте себе, общественная организация «Матери убийц», да, вам это слух не режет, поэтому я согласен, если будут объединяться граждане, потерпевшие от преступлений, от тех же убийств, от тех же наркотиков, да, вот по этому признаку, если матери потерпевших будут, значит, собираться и выражать мнение нашего общества, мы, конечно, готовы их слушать и готовы даже им помогать в тех непростых жизненных ситуациях, в которые они попали. Вот вы сейчас сказали о том, что надо, чтобы объединялись те, кто потерпел, да, от этого пострадал. Совершенно верно. Вот сейчас немножко продолжение этой темы. Сейчас пора летних каникул, и многие школьники предоставлены сами себе, да, конечно, наше государство делает многое для того, чтобы дети были заняты, и лагеря, и спортивные секции, все функционирует, работает. Летом выбор большой, но, конечно, не все записываются и не все ходят, а чем больше свободного времени, тем больше, наверное, риска попасть в неприятную ситуацию. Я не только о наркотиках, но вообще о правонарушениях, которые кто-то умышленно, кто-то за компанию, кто-то по неведению. Вот какая профилактическая работа в этом направлении ведется, особенно летом? Должен отметить, что статистика пяти месяцев такова, что у нас идет неуклонное снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это результат той профилактической работы, которую все субъекты профилактики сегодня, от инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, образования, здравоохранения, все вместе сегодня ведут такую профилактическую работу. Но, к сожалению, издержки мы видим. Ну, взять хотя бы вот такое резонансное преступление, когда в Брагине была попытка поджечь православный храм. Кто это сделал, сегодня мы выяснили. 12-летние ребята, которые, ну, я не знаю, может быть, родители их никогда в церковь не водили и не воспитывали, вот, в плане традиционной нашей православной религии, вот, пытались, так сказать, поджечь. Для чего это делалось? Ну, в 12-летнем возрасте какую-то логику в их действиях трудно проследить. Ну, вы знаете, уголовная ответственность под тем же сбытчиком наркотиков у нас 14 лет, под другим, менее тяжким преступлением у нас 16 лет. Поэтому, конечно же, эти молодые люди не будут привлечены к уголовной ответственности. А вот родители, которые просмотрели, в отношении их будут составлены материалы и будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И там они будут держать ответ перед комиссией за надлежащее выполнение своих родительских обязанностей. Ну, вот раз мы заговорили о детях и родителях, да, сейчас также тема одна, которая обсуждается горячо в интернете и также вызывает очень многое споров и дискуссии, это постановка детей семей в СОП, так называемые. Очень много статей, я думаю, вы тоже читали, знакомы, как вы к этому относитесь? Электронные наши сайты, электронные наши издания сегодня, ну, подхватывают любую тему. Вы знаете, и «Гомельская правда» провела журналистское расследование, когда молодая мама здесь, в Гомеле, потеряла работу, ушла с работы, и тут же попала в поле зрения органов опеки, и в социально опасное положение семья, статус был присвоен. Когда газета провела журналистское расследование, выяснилось, что она, эта женщина молодая, оставила мужа со старшим сыном в городе Лельчицы, с младшим ребенком, приехала в город Гомель, поселилась на съемной квартире, месяц проработала санитаркой в больнице, и сейчас оставила работу. Работа. Вопрос. Живя в городе, где у тебя нет жилья, снимая жилье, да, соответственно, за него платить надо, не работая, а следовательно, откуда у нее деньги, и как она может содержать ребенка. А вот если бы сегодня уполномоченные государственные органы не приняли таких мер, и не дай бог с этим ребенком что бы случилось, что бы эти интернет-ресурсы обсуждали, куда смотрят государственные органы. Поэтому, понимаете, не надо вокруг этого создавать ажиотаж, присвоение подобного статуса, это еще не крайняя мера, понимаете. Крайняя мера – это решение суда о лишении родительских прав. Вот это крайняя мера. А это предупреждение той семьи о том, что за этой семьей сегодня контроль, и будьте добры, надлежащие себя ведите в обществе, материально обеспечивайте своего ребенка и надлежащего воспитывайте. Вот и все требования. Мы к этой теме еще вернемся, продолжим разговор, пока у нас есть еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай Николаевич. Я хотел задать вопрос Виктору Николаевичу такого плана. Значит, сотрудник милиции, прибывший по вызову в квартиру, беседует с жильцами, опрашивает их, как, что было. Жильцы ему отвечают на его вопросы. Потом сотрудник милиции уходит, где-то там уже составляет рапорт, и потом оказывается, что в этом рапорте он пишет совсем не то, о чем ему говорили жильцы квартиры. Куда можно обратиться по такому вопросу и прав ли сотрудник? У него спрашивали, когда он уходил, надо ли подписывать какие-то бумаги. Спасибо. Спасибо вам. Вопрос понятен. Во-первых, рапорт сотрудника милиции, своему начальнику отдела внутренних дел, это не процессуальный документ. Это внутренний документ в системе МВД. А вот после того, как рапорт подан, и если в рапорте идет речь о совершенном административном правонарушении, уголовном преступлении, тогда составляется процессуальный документ. Если речь идет об административном правонарушении, составляется протокол. И все эти лица, в отношении которых составляется протокол, они, конечно же, знакомятся с этим процессуальным документом. Ну а потом органы, уполномоченные рассматривать административный протокол, принимают решение, опять же, гласно в присутствии того лица, в отношении которого составлен протокол. Поэтому, если у вас что-то конкретное на действия сотрудника милиции, у вас есть возможность обратиться в городскую прокуратуру. Вы видели прокурора города, былынка Юрия Валерьевича. На его имя можно обратиться, поскольку орган дознания, милиция сегодня поднадзорен в прокуратуре. И все те действия, которые, или бездействия со стороны сотрудников милиции, мы можем влиять на их процессуальную деятельность. Спасибо большое за ответ. И в продолжение нашего разговора. То есть вы считаете, что в СОП случайно поставить не могут, да, случайно здесь исключена абсолютно? Человеческий фактор здесь не играет роль? Я больше 30 лет работаю прокурором. И должен вам сказать, в моей практике были такие случаи, когда мать приходит в комиссию по делам несовершеннолетних и грозится самосожжением. Комиссия сдрейфила, извините за такое выражение, вот, испугалась этого, приняла решение вернуть назад ребенка. А эта мать потом ушла пешком в другой район и выбросила этого ребенка, извините, в кусты, где этот ребенок умер. Ну, тогда прокурор, извините, имеет право спросить у членов комиссии, а чем вы руководствовались, когда возвращали этого ребенка матери, да? Вас на испуг взяли. Ну да, манипуляция. Поэтому не надо манипулировать общественным мнением, не надо, все-таки те люди, чиновники, в хорошем смысле слова, государственные, это представители образования, здравоохранения, комиссия по делам несовершеннолетних, они ведь тоже, с них тоже спрос за надлежащее выполнение ими своих обязанностей, а вы знаете, какая система у нас в государстве выстроена по социальной защите несовершеннолетних и детей. Извините, государство сегодня не даст в обиду этого ребенка, если родители пьют, если родители нигде не работают и совершают правонарушение. У нас декрет номер 18 для этого, там все механизмы расписаны и в том числе взыскание расходов с этих нерадивых родителей. Ну и часто говорят о том, что физические наказания вообще запрещены в семье, ребенок может прийти в школу, пожаловаться, что дома его наказали, и такого ребенка тоже могут забрать из семьи. Получается, что семья может быть благополучной, и вот какие-то единичные случаи могут раскрутить такое большое... Понимаете, синяки на теле ребенка – это признак семейного неблагополучия. И если ребенок приходит в детский сад, приходит в школу, и педагоги, воспитатели видят это, они немедленно должны информировать об этом компетентные органы, поскольку это первый сигнал о том, что, я еще раз говорю, это семейное неблагополучие, и те органы, которые призваны по закону защитить этого ребенка, обязаны немедленно вмешаться. Я вот так к этому отношусь. Вы считаете, что дети не могут манипулировать родителям, если говорят, что если ты меня накажешь, поругаешься, я, пожалуй, в школе, и накажут уже тебя, мама, папа. Мы на тему воспитания говорим сегодня. Для этого надо Сухомлинского почитать, Макаренко, советских педагогов. А если говорить о методах воспитания, то, я думаю, ремень в руки брать не стоит, а просто ограничить свое чадо, ограничить пользоваться гаджетом, ограничить пользоваться какими-то другими электронными играми, тогда будет, наверное, больше эффект, чем ремень в руках родителей. Я согласна. Вот о гаджетах, да, о киберпреступности мы еще поговорим. У нас есть несколько вопросов, которые пришли нам по Вайберу. В последнее время популярной становится практика выездных судов. Например, провинившегося судят в присутствии коллектива в своем населенном пункте. Как вы относитесь к этому как специалисты и чисто по-человечески? Вопрос задает Татьяна Избрагина. Есть такие составы преступлений, по которым мы хотим, чтобы, когда суд оглашает приговор, был достигнут воспитательный момент. Ну, возьмем уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. И когда тот молодой человек, который игнорирует наши законы и демонстративно не идет служить в армию, и в конечном итоге предстает перед судом, ну, конечно же, мы пригласим либо в военкомате, либо в другом месте всех тех молодых людей, призывников, чтобы они послушали о той ответственности, которая грозит в случае, если они будут уклоняться от призыва в наши вооруженные силы и не будут выполнять свой воинский долг. Второй момент. Вот суд Гомельского района на этой неделе в расположении одной из воинских частей будет провозглашать приговор за неуставные взаимоотношения. Вы понимаете, сколько бы сегодня замполиты, воспитатели и те люди, которые сегодня в воинских частях отвечают за эти процессы, не говорили, да, что такое хорошо, что такое плохо. Но если мы придем в этот воинский коллектив и в присутствии вчерашних однополчан, этого молодого человека, а его приведут в наручниках, да, и суд огласит приговор и суровую меру наказания, я думаю, это лучше всех увещеваний и лучше всех вот таких нравоучений. Поэтому вот в таких случаях мы инициируем. По пьяным водителям мы инициируем. Когда человек несколько раз садится пьяный за руль и подвергает опасности не только себя, но и всех окружающих. Конечно же, мы собираем тех, кто совершил нарушение правил дорожного движения и в их присутствии оглашается приговор суда, чтобы все убедились, что за это есть предусмотрено Уголовным кодексом суровое наказание. Да, это очень масштабные дела, которые затрагивают жизнь и здоровье людей, согласны. А вот, например, продавщицу, которая за недостачу, ведь тоже такое есть при коллективе. Ну, понимаете, я начинал работать в советское время. Тогда вот и собирали работников торговли. Но сегодня, когда у нас разные формы собственности в торговле, да, может быть, это сегодня не актуально, но в системе того же райпотребсоюза, а почему бы и нет? Поэтому решает, конечно, прокурор, когда направляет дело в суд. Прокурор, участвующий в деле, государственный обвинитель, заявляет ходатайство о том, чтобы выездное судебное заседание. Поэтому в каждом конкретном случае. Но эффект вы видите. Конечно. От таких выездных. Виктор Николаевич, есть у нас еще один вопрос в Вайбере. По поводу личного приема. Виктор Николаевич, сейчас власти идут на контакт, руководители различных структур проводят прямые телефонные линии и личные приемы. Легко ли записаться к вам на личные приемы? Спрашивает Сергей из Гомеля. Мы открытая система. Мы открыты для диалога с нашими гражданами. Есть у меня приемные дни. Если вы выйдете на сайт Генеральной прокуратуры, на сайт обл.сполкома, там все наши контактные телефоны и дни приема обозначены. Мои и моих заместителей. Ну вот хотя бы сегодня у меня не приемный день. Но мне сотрудник милиции, который дежурит на первом этаже, доложил о том, что приехала женщина с Калинковичей, с маленьким ребенком, по поводу заключения под стражу ее мужа. Ну конечно, я спустился и принял эту женщину, выслушал, разъяснил все по закону и так далее, и так далее. Поэтому я еще раз говорю, когда мы такую возможность имеем, принимать людей, мы это делаем. Плюс мы практикуем выезды на предприятия, в районные исполнительные комитеты. Ну и сегодняшняя передача тому подтверждение, что, пожалуйста, любой желающий может сегодня позвонить в студию, а если не дозвониться, все ваши звонки, они будут записаны, и наш сотрудник сегодня дежурит тоже на телефоне. Если вы оставите свои контактные телефоны, адрес, мы, конечно же, вас проинформируем, если требуется наше вмешательство. И я бы хотела предложить вам и нашим телезрителям посмотреть наш следующий опрос. Мои коллеги поговорили с жителями Гомеля и узнали, сталкивались ли гомельчане с фактами коррупции. Я слышала, коррупцию про коррупцию слышала, от людей, конечно, но так я у нас не сталкивалась с таким, чтобы коррупция была. Лично я не сталкивалась, предположим, но слышала много об этом. Но мне кажется, в общем-то, наше общество сейчас все коррумпированное. Ведь все у нас за деньги. Не дашь, ничего не получишь. Конечно, слышали, но сталкиваться не доводилось. А как вы считаете, какие отрасли самые коррумпированные? Я не знаю, я не сталкиваюсь со всеми отраслями. Ну вот, например, обслуживаемся в поликлинике нормально, в садике, в школе у нас нормально. Нет, у меня еще пока жизнь с таким не сталкивала. Слишком молода, наверное, пока для этого. Нет, не сталкивалась с такими фактами. А слышали о таких фактах? Если только прочитанные были в интернете, в телевидении. Сам не сталкивался, но слышал, что такие моменты бывают. Как вы считаете, какие отрасли наиболее коррумпированы? Там немного денег. Виктор Николаевич, вы очень внимательно смотрели наш соцопрос. Я вижу, у вас есть свое мнение. Ну да, мне очень понравился последний ответ. Где коррупция? Там, где много денег. Последние события, которые на всю республику озвучены. И там, где денежные потоки, там, где идут государственные закупки, там, где проводятся тендера на большие суммы, конечно же, там присутствует субъективный фактор. А раз присутствует субъективный фактор, да, кто-то заинтересован, чтобы именно эта ферма победила в этом тендере, именно этой ферме, те бюджетные средства, которые осигнуются на здравоохранение, на другие темы, да, чтобы они попали именно в карманы, потому что уже заранее обещано тому чиновнику, который вправе принимать решение, сумма в виде взятки. Поэтому правильно сказал наш телезритель, там, где деньги, там коррупция. Мы же это прекрасно понимаем. Ну, а остальные ответы, они звучали, вы, и очень отрадно, что наше сегодня молодое поколение не знает, что такое взятки, не знает, что такое коррупция. Но чаще всего наше население сталкивается с так называемыми поборами, да. Пришла в больницу, врач сделал свое дело, значит, ну, там, коробка конфет, бутылка коньяка и так далее. Я не вижу здесь большой проблемы, и, наверное, наши телезрители могли бы и по-другому отблагодарить тех врачей, которые им оказали в силу своего профессионального долга медицинскую помощь. Посмотрите, у нас сегодня в газетах часто сообщения идут о том, что больной такой-то благодарит такого-то врача за успешно проведенную операцию. Поверьте, вот ваша публикация в газеты для авторитета, профессионального авторитета этого врача, сыграет больше, чем коробка конфет и так далее. А у нас в законодательстве, даже в Гражданском кодексе, вот статья 546, прямо говорится, что не допускается дарения за исключением обычных подарков, стоимость которых не выше пятикратного размера, работникам организаций здравоохранения, учреждений образования, иных аналогичных организаций, гражданами, находящихся в них на лечении, содержании, получающими в них образование, супругами и родственниками этих граждан. Поэтому, если это состоятельный человек, я думаю, если он окажет спонсорскую помощь больнице в приобретении медицинского оборудования, то, наверное, он больше поможет этому медицинскому учреждению оснаститься современным оборудованием и получать квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому есть легальные, легальные сегодня пути для того, чтобы отблагодарить того же врача или выпускникам выпускного класса своему классному руководителю. У нас менталитет такой. Нам хочется благодарить. Ну да. Ну, я еще раз говорю, для общества и для государства, и президент наш об этом неуклонно говорит, что в экономике коррупция разъедает экономику целую. Вот те громкие сегодняшние дела, которые в Минске, в Гродно, в других городах мы видим, вот самое страшное, когда на системной основе идут так называемые откаты, и государство оплачивает те же медикаменты, медицинскую технику в два раза дороже, чем оно на мировом рынке. Вот что самое страшное. Ну да, когда речь идет о крупных взятках и о том, что потом влияет на нас, на всех, наше общество, конечно, это коррупция, однозначно с этим нужно бороться. Вот мы с вами в первой части программы говорили о том, что, когда я приводила какие-то примеры, вы говорили, это из интернета почерпнули, не всему там нужно верить. Вот как раз сейчас планируется к выходу новый закон о СМИ. Конечно, вы знаете обо всех нововведениях. Какие-то вам, наверное, импонируют, а может быть, какие-то вызывают сомнения. Вы знаете, когда законопроект был опубликован, это вызвало реакцию именно тех провайдеров, которые сегодня работают в интернете. До сегодняшнего дня, ведь никто за эти фейковые новости не нес никакую ответственность. Можно было человека и похоронить, можно было клеветать человека, можно было человека все, что угодно с ним делать, и за это не нести никакую ответственность. Если по печатным СМИ у нас четко прописано сегодня в законе, что если оскорбление, у нас за оскорбление или клевета есть административная уголовная ответственность, если это в газете опубликовано, если это в письменных обращениях, жалобах гражданина, напрасненно содержится на того или иного даже должностного лица. У нас есть порядок обращения в порядке гражданского судопроизводства о защите чести, достоинства, деловой репутации. И у нас сегодня есть примеры, когда руководители организаций, в отношении которых вот такие обращения были, а правоохранительные органы проверили, информация не подтвердилась, эти руководители обращаются в суд, суд обязывает это лицо, которое в своих обращениях, вот, извините, лгало, принести опровержение, принести извинения и, соответственно, заплатить энную сумму за причинение морального вреда. Понимаете? Поэтому даже те анонимные обращения сегодня, они же тоже имеют адресата. А если это анонимное обращение в интернете, ведь тоже не трудно сегодня электронный адрес выяснить. Поэтому я считал и считаю, что сегодня электронные СМИ и те провайдеры и владельцы сайтов, они сегодня должны отвечать за каждую строчку информации, которую они помещают, чтобы эта информация была объективной. А если она носит оскорбительный характер, да, то нести вплоть до уголовной ответственности. Конечно, это сегодня кому-то не нравится. И всю грязь, вот, которую мы иногда читаем, вот, а иногда эта грязь исходит даже за пределы в Республике Беларусь. Моей практикой было, когда человек сидел в Российской Федерации, да, сам уроженец Беларуси, обливал грязью правоохранительные органы, не стеснялся в выражениях, в том числе и матерными словами. Но соответствующие обращения поступили в органы внутренних дел, было возбуждено уголовное дело. В один прекрасный день, когда этот молодой человек приехал к матери в один из белорусских городов, он был задержан сотрудниками милиции и получил наказание, находится сегодня в местах лишения свободы. Поэтому все те, кто сегодня позволяет, вот, в интернете такие вещи, они должны знать, что для них ответственность тоже имеется. Ну, а те провайдеры, которые сегодня, вот, имеют звонкие названия интернет-сайтов, тоже должны нести ответственность за объективность подачи информации их корреспондентами. В моей практике тоже было освещено неправильно уголовное дело и совершенно указанные моменты, которые не проходили по уголовному делу. В результате мною было направлено представление в Гродненской области, представление на имя министра печати информации о том, что вот такая необъективная информация озвучена в интернете. И провайдеру этого интернет-сайта министерством было объявлено официальное предупреждение. А следующий шаг через суд о закрытии этого информационного портала. Наша программа, к сожалению, уже подходит к концу. Осталось совсем немного времени. И я хотела порассуждать вот на такую тему. Ведь часто даже не нужно обращаться в правоохранительные органы, да, вызывать милицию, на кого-то надеяться. Ведь очень часто мы сами попадаем в такие ситуации, когда мы можем помочь своему ближнему не пройти мимо чужой беды, проблемы, которые для нас решить. Это доля минуты, да, мы можем спасти кого-то. Вот скажите, почему люди все чаще проходят мимо? Ну, немножко другие ценности. Ведь тот человек, который сутками сидит в интернете, он же вроде бы он во всемирной паутине. Но он одинок. Он, если выйдет на улицу и столкнется с действительностью, он не всегда знает, как себя вести. Поэтому вот такой индивидуализм, он и влечет отсутствие сострадания к ближнему своему, отсутствие взаимопомощи какой-то и так далее. Вот мы пожинаем, собственно говоря, те ценности, которые на Западе, они сплошь и рядом. То есть получается, что для нас открыт весь мир благодаря интернету, но в то же время мы одинокие и мы разучились общаться. Совершенно верно. И тот молодой человек, который все знает в интернете, везде все знает, а его призвали в армию, а он не способен, извините, зашнуровать берцы, не способен зарядить автомат, не способен подшить себе подворотничок, да? Ведь с такими фактами мы тоже сталкиваемся. Потому что за него все делала мама, за него все делали родные и близкие, а сам человек не приспособлен к жизни. Вот, к сожалению, такое есть. Мы будем надеяться, что все-таки будут расти достойные люди, которые будут помогать друг другу и не пройдут мимо чужой беды. Очень много вопросов у нас осталось еще не озвученных. Спасибо вам большое, Виктор Николаевич, за очень интересную беседу. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях был прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Спасибо вам за внимание. Берегите себя и своих близких. Виктор Морозов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Виктор Морозов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова